Слышу голос из прекрасного далёка, голос утренний в серебряной росе. Он займёт пару минут, но он важнейший для всей страны. Дело в том, если я критикую, если я говорю, что вы неправильно делаете, страна заросла мусором, дошла до социальных возмущений, почти до восстания, кому охота дышать вонью. Я возвращаюсь к этой теме уже с конкретным предложением. Я как говорю, вот эта яма полтора на полтора на полтора, заполнили её бытовым этим, машина есть, из двух квартир весь бытовой мусор до последней капли вывозится сюда. Да, мы платим, вынуждены платить в городе за вывоз мусора, но мы в мусор ни одна капля не попадает. Раз. Здесь в деревне все вынуждены платить, здесь появились огромные машины, по моим понятиям дурь, сейчас поймёте почему. Значит, и кто не платит, будет включать электричество, то есть грабёж продолжается. Дальше будут расти тарифы, ну, вам это знакомо. Далее, значит, что получается, реакция моих близких, которые, как же так, да не можем, надо вывезти их, а это, потому что бутылки и пластиковые бутылки стеклянные не разлагаются. Я отвечаю, чёрт с ними, пусть не разлагаются. На глубине метра полтора ниже пахотного слоя ими заинтересуется, знаете, когда дограбливаем страну, планету, само собой, а идёт к уничтожению, потому что это раскачивание климата, минус 40 в США, где климат, как в нашем случае был. А что сейчас творится в Сибири, вы уже знаете, не боитесь. А дальше будет хуже. Это надо было вырубить половину тайги, а вторую поджать, чтобы скрыть следы первого преступления, совершить второе. Это не остановить. Я вот что придумал. Ну, можно возмущаться, но есть методы вполне экономические. Смотрите, для начала покажу, что такое моих 30 ям за все годы. То есть я это делаю давно, сознательно. Вот этот вот, видите, это почва. Очередно раз она была скошена. Так, вот деревья. Нормально развиваются деревья. Старый снимок. Она была скошена. А теперь проявление, где она растёт. Просто вот она растёт. Это тоже жирная трава, вот эта. Потому что у меня жирнее, чем у всех соседей. Они выкашивают для соседей, для этих, для коров. Ну, почву унистажают буквально. Блодородие почвы. А вот этот, видите, это яркий полчистый прорезь. Сам зубботник. Да как это? А, так это ж яма моя, закопанная годом раньше. Вот это вот. А и, смотрите. Вот. А я вам сказал, у меня 30 ям. Впечатляет? А, это? Впечатляет? Так вот, друзья мои. Моё предложение заключается в следующем. Значит. Может быть, допустим, Киселёв очень активно помогает мне, фильмы делает. Я к нему, в первую очередь, обращаюсь. Вот вырезать для начала вот этот кусочек. Почему? Потому что предложение моё конкретное. Человек платит какую-то сумму. Ну, в деревне, по-моему, пока я не плачу, платят те, кто прописан. Вот. Кстати, ну и не выбрасываю. То есть не сдаю мусор, который потом куда-то всё равно где-то будет гнить. Вот. На счёт переработки. Вы смеяться будете, что кто-то Шушенского района будет перерабатывать, там, заводы строить. Вот мне надо вот тут кукиш нарисовать. Ладно. Значит, получается, что... Если человеку попросить, чтобы он заплатил 100 рублей, нет, не так, чтобы он выкопал вот такую яму, потом кто-то это проверит, и плодородие я вам гарантирую. Представляете, что мы выбрасываем? Ну, что-то там будет, там, кроме бутылок-то, масса полезных веществ, вся эта, как называется, таблица Менделеева. И вот тот, кто вот это выкопал, решётка для того, чтобы не растаскивали эти собаки. Вот, неизбежные. Выкопал. Вот, в комиссию. И теперь ему платят те деньги, которые для огромных машин, которые уже по деревне ездят. Бензин, всё. Просто работает в холостую гигантское, ещё один запущен гигантский механизм. Помните тот механизм? Деревья красить, деревья обстригать не нужно, стрижку. Ой, а там понаворотили. И вот ещё одна гигантская афера. Вот. И вот, значит, представим себе, что кто-то выкопал, а я копал её всего лишь сейчас, эту яму, так? Значит, теперь ему платят те деньги гигантские, которые в холостую. В стране запущен маховик гигантских денег, которые вынуты из нашего кармана, миллиарды. Взамен этого. Пришли, посмотрели, яма выкопана. Никакой машины нет. Вот. Значит, теперь получается нормальное предложение. И вот в какой системе мы живём, почему это трудно будет выполнить, я понимаю. Мой пример любимый, сами знаете. Дело в том, что вся гигантская система контроля и надзора, ПОС-надзор, сельхознадзор, санитарный надзор, Роспотребнадзор, работает система, помните, я рассказывал ролик, даже показал фотографию с ролика. Сидит узбечка или там тазичка, перед ней тысяча саженцев, естественно, все доедино умрут. Рынок среднего статистического российского города, где все они умрут. Ни одного плода никогда не дадут. Подходит серьёзнейший мужик с погонами, серьёзнейший. Лет сорок. Вы знаете, такие мужики, кряжицы такие есть. Рост это под метр девяносто. Если его прячь плуг, сколько можно сэкономить на этих бензина и солярки на этих. Вот он спокойно спашет землю. Вот такие вот. И вот он, у него, его орудие труда, шариковая ручка и протокол. Он подходит. Помните мои старые эти фильмы. Я рассказывал и даже показывал фотографии. Подходит, садится, заполняет протокол, пишет 300 рублей, вручает квитанцию и уходит. Таджечка продолжает торговать. Вот это символ нашей гигантской системы, которая абсолютно это. И вот кто бы это будет выполнять? Кто бы проверить, что ямы накопали? А я ещё скажу. Я вынужден это высказать, потому что это наболело. Потому что нас грабят. Я должен кричать, караул, ребята, нас грабят. Начали в деревне со 100 рублей, в городе уже, по-моему, 300 рублей. За что? О, ведь я же не мусор-то, вот он мой весь. И хватает на год это, и вот. И вот смотрите, как эта система работает. Я вспоминаю Бразилию, книгу Пеле, 60-70-е годы. Там было так. Значит, фраза, которая запал душу. В Бразилии в те годы дикая нищета абсолютная. Вылазил один там из 100 тысяч или из миллиона, как пили, благодаря ногам. Вот, не голове, а ногам. И вот он говорит, какое гигантское счастье было попасть на государственную службу. Это было как лотерею выиграть, потому что это было счастье, это возможность избавиться от голода, чтобы будущее обеспечено. А как держались за эту государственную службу? И вот если бы вот этот вот с погонами надзорный, вот этот вот здоровой мужик, который ходит, только дань собирает с этих несчастных таджичек. Вот, и не прекращает их подлую, они, это подлая деятельность, в принципе, которую он не присел. Если бы он знал, что завтра потеряет погоны, у нас бы миллиарды из наших карманов не вынимали. И у нас наконец-то бы появились настоящие саженцы. Вот. Еще раз говорю, окончание именно вот этого монолога, кусочка. Нам нужно каждому вот такой выкопать. Так, я не буду, я буду платить, я плачу, я не буду поза вставать, что я ни одной капли мусора не выбрасываю в этот, в мусоровозку. Вот. Ни разу, ничего, я так, я хочу, чтобы где-то, когда-то, почему я сейчас знакомилась с Тимошкой? Вот. Я его готовлю, я вам потом покажу. Президенты, успеть бы только, лучше бы Серегу Железову, лучше бы Савинич, вот. Еще я вам назвал 10 фамилий, ребята молодые, прекрасные, умные, талантливые, вот. Они всегда, вот до сих пор пока они, помните, целый список в одном из вебинаров, и фотографии показывал, повторяться неудобно. Если их не возьмут на государственную службу, вот, у нас никогда страны не будет. Ну, садов-то уж точно не будет. Ну, что, понятно, да? Значит, мое предложение для всяких, существуют фонды социальные, как они называются, фонды социальных изобретений, что-то в этом роде. Там тоже спят, там тоже нет конкуренции, там тоже ни хрена не надо, потому что за ними должна, это самое, последовать какие-то, и даже затраты. Ну, и здесь уж затрат-то нет, сам выкопал их, канаву, яму, и чтобы человек туда складывал, и тут же на другой день отменить эти самые, по деревням, по этим, огромные машины, которые жгут солярку, чтобы их отменить, тут же, эти же 100 рублей, наоборот, теперь, из того фонда, который, да просто, как сказать, тут шарфотина, дайте человеку денег, и он будет с удовольствием у себя мусор хоронить, на своей территории. Вот мое предложение. Фух, какое богатство, посмотрите, вот оно из земли прет, вот, ведь никто почему-то до сих пор не знает, да там тысячная часть из земли, вот это вот, а остальное это, это все, ой, сколько раз уже повторял. Красота-то какая, ну, как все убеждать-то? Ну, почему я должен надеяться уже или на сын, или на внука, что станут, если не президентом, то хотя бы каким-то советником президента.